Привет, друзья! В прямом эфире Пинкод и традиционно начнем с новостей, на этот раз с воодушевляющих. Вот какую новость я для вас нашла. Смотрите, 13-летний школьник из США поставил себе блог в Инстаграме для того, чтобы раскрутиться, стать там популярным, пока ничего необычного. Но его контент был достаточно необычным. Он там писал обзоры на книги. Это сейчас не популярно. Это не путешествие, не музыка, не фитнес, не зож. В общем, не популярно. И его одноклассники начали его травить. Создали специальный чат, где его обсуждали. Парень чуть было не впал в депрессию, но тут на помощь пришла его сестра. Она опубликовала поддерживающий твит. Пока мало сделано, но потом к нему подключились различные издатели. Журналисты тоже стали поддерживать этого парня. Более того, даже те писатели, на которых он писал рецензии, тоже стали его поддерживать. И вместо того, чтобы стать изгоем, парень стал мегапопулярным в своем блоге, в Инстаграме. Вот так вот бывает. Так что, друзья, никогда не бойтесь проявлять себя и показывать то, чем вы занимаетесь всем. Возможно, вас поддержат, вернее, вас наверняка поддержат, если свое любимое дело вы будете делать от души. Так что не бойтесь. Еще одна новость, которую мне хотелось бы вам рассказать. Перейдем плавненько к нашей группе во Вконтакте. У нас здесь вот такой вот пост появился. О чем он говорит? Возможно, твой прадед ушел за победой, и ты знаешь, где он ее встретил. В Берлине, в Праге, в Будапеште, а может быть, в Кёнигсберге? Или в простой маленькой европейской деревушке? Расскажи нам свою историю, а мы поможем тебе рассказать ее всей стране. Присылай свои истории на почту за победой собака tvr.by. Мы ищем истории белорусов, которые добывали победу, и у них это получилось. Нам интересно все. Откуда ушел на войну, где воевал, где и, главное, как встретил победу. Важно! Мы ищем истории белорусов, встретивших 9 мая 1945 года на фронте. Двигаемся дальше по нашей группе во Вконтакте. Чуть-чуть ниже ее листаем. Мы находим здесь вот такую вот беседу. Обратите, пожалуйста, на нее внимание. Там инсайт, который вы не увидите нигде. Ни в прямом эфире, ни в наших других социальных сетях. Там все самое сладкое, все самое горячее. Мы обсуждаем вместе с вами, общаемся, ждем от вас обратной связи. Возможно, вы нам там можете подкинуть какие-нибудь идеи для наших эфиров. И еще листаем нашу группу во Вконтакте. Смотрите, еще один пост у нас сегодня появился. У нас сегодня в студии появится крутой блогер Лиза Мейсон. И она расскажет, как попасть в рекомендации ТикТока, Инстаграма и Ютьюба. Возможно, у тебя есть вопросы, и ты тоже так хочешь. Тогда скорее беги в нашу группу во Вконтакте и пиши свои вопросы в комментарии под этим постом. Но параллельно сейчас смотри, что еще ждет тебя сегодня в нашем эфире. Сегодня в программе. Ты мечтаешь о карьере всемирно известной модели, но живешь в маленьком городке и не веришь в свою мечту? Не отчаивайся, возможно, все докажем и покажем на практике. Как снять видео в ТикТок, чтобы его посмотрели миллионы пользователей? Гид по проге Лиза Мейсон совсем скоро разложит все по полочкам. А в конце программы вернемся к нашему уже старому доброму Инстаграму и прокачаем его по полной. Это пин-код. Смотри, не пропусти. Друзья, недавно я смотрела одно популярное шоу. И 80% участниц в графе деятельность написали модель. Возникает много-много вопросов. Неужели эта профессия сейчас так востребована? Это первый вопрос. Второй вопрос. Так ли хороши все девушки и парни, которые позиционируют себя как модели? Или, может быть, в топе только те модели, которые хорошо учились в школе? Я имею в виду в модельной школе. В общем, очень много вопросов. И чтобы с ними разобраться, я решила съездить в Борисов и выяснить, как дела с модной индустрией обстоят там. Давайте посмотрим. Понятно точно? Да. Вот точно всем понятно? Первая пара поменялась. Вторая. Нет, это не строевая подготовка, а обычное занятие по дефиле в модельной школе. Интерес к ним не утихает уже второй десяток лет. И неспроста. Белорусские модели регулярно появляются на страницах мирового глянца. В любом областном и районном городе с легкостью найдется не менее десятка модельных школ. Но чем же там занимаются будущие покорительницы и покорители подиумов? Давайте сейчас и узнаем. Мы отправились в Борисов. В городе 150 тысяч жителей и порядка 10 модельных школ. Значит, пользуются популярностью. Давай разбираться, почему. Все ли дети, которые приходят в модельную школу, собираются строить свою карьеру дальше в этом мире, в модельном мире? Сюда очень многие у нас приходят просто для общего развития. У нас на самом деле очень обширная программа. Основные предметы, конечно, дефиле, фотопозирование и хореография. Начнем с основных. Ходить в показах или фотосессии? Что бы ты выбрала? Ходить в показах. Почему? Потому что ты отвыкаешь от страха. Тебе просторно, как будто ты на своей сцене. Но чтобы так чувствовать себя на подиуме, нужны часы муштры и подготовки. Достанешь суши, а вы пройдете тогда по одному через шаг-поворот. И ты тоже знаешь только через шаг-поворот схему. Последний раз не учили вы, да? Руки. Следи за руками. Спинку ровненькую держим. Ручки расслабили. Кстати, а как долго надо так ходить, чтобы дойти до мировых подиумов? Некоторые приходят вот прям практически готовые модели. Некоторым достаточно полгода, и они все, они готовы, могут идти и строить какую-то свою карьеру. Некоторые занимаются, конечно, подольше. Тогда возвращаемся в класс и разбираемся дальше с предметами. Для чего модели нужно уметь танцевать? Хореография она зачем? Обязательно надо развивать пластику, потому что дети, которые занимаются хореографией, у них, конечно, лучше. И ручки лучше, и мягче, да? Потому что, когда ты позируешь, очень важно, руками тоже работают. Дополнительно у нас также идут основы правильного питания. Также дети работают с психологом. Это работа в группе на раскрепощение, сближение. Ребята применяют какие-то техники, чтобы не бояться выходить на сцену. Также у нас есть актерское мастерство, которое также важно в будущем, и модели, и, в принципе, вообще в жизни. И, конечно же, уроки макияжа. Смотрите, в Ютьюбе есть миллион уроков о том, как нужно краситься. Чем это отличается от тех уроков, на которые вы приходите здесь, на занятиях? Ну, здесь более подробнее ты все видишь, более понятнее тебе объясняют. В интернете посмотришь, ну, посмотрела, посмотрела, что-то непонятное, вопрос нельзя задать. А здесь можешь задать вопрос, тебе могут ответить. И я довольно-таки много чего нового узнала. А что до этого ты красила не так? Расскажи свои главные косяки. Ну, я, во-первых, скулы. Я всегда красила вниз. Анастасия сказала, что правильнее вверх красить, брови зачесывать вверх. Я всегда красила, брала просто обычные тени и просто мазала. А правильнее сначала щеточкой расчесать брови и затем красить. Макияж для жизни и макияж для кастинга отличаются чем-то? Да, очень сильно. Нельзя перебарщивать с макияжем на кастинг. Желательно приходить абсолютно без косметики. То есть можно накрасить глаза, невыразительные брови и обычная помада гигиеническая. Хорошо, это кастинг. А вот работа, конкретные съемки и образы. Какой был самый невероятный образ на твоем лице? Самый невероятный. Блестки были очень много. Прям много. И не такое может поджидать в профессиональном модельном мире. Но подробнее об этом в следующей части. Да, друзья, вот так тренируются модели. Практически как настоящие спортсмены. И, кстати, я думаю, что по своему подиуму они наматывают немалые дистанции. Кстати, в России в позапрошлом году, в Международный день красоты, а он отмечается 9 сентября, установили самый длинный подиум в мире. Его протяженность составила 3500 метров. И пройтись по нему мог любой, желающий приобщиться к миру красоты и моды. Но вот хватит ли места на профессиональном мировом подиуме всем девочкам и мальчикам, которые мечтают вырасти и стать моделями? Давайте продолжим смотреть наш сюжет и узнаем оттуда ответ на этот вопрос. А вы помогаете своим выпускникам в построении карьеры? Каким образом? Мы постоянно близко общаемся с международными скаутами. Мы постоянно предлагаем наших ребят международными скаутами для заключения контракта, для какой-то работы с ограницей. Кстати, официально в нашей стране можно работать с 14 лет, но только с письменного согласия одного из родителей. Но что об этом знают будущие модели? Как думаешь, в каком возрасте можно начинать работать моделью? 12. Почему не в 13? Поздно уже? Маленькие не ответили, ты мне ответишь. Когда нужно начинать карьеру модели строить? Можно в любом возрасте. А когда поздно ее начинать? Никогда не поздно. Что может рекламировать модель в 50 лет? Может быть, какую-то возрастную косметику, одежду, нижнее белье, косметика, как я сказала, посуду, еду, все что угодно. И таблетки? Да, и крема для суставов. Девчонки отвечали мне на вопрос, но разошлись в показаниях. С какого возраста можно начинать работать моделью? С 12 лет. Но это такой контракт, когда ты едешь обязательно с сопровождающим взрослым. Если взрослым моделям за выход на показе платят, то дети модели чаще всего сами оплачивают это участие. Вообще, к чему готовятся родителям, которые отдают своих маленьких детей в модельную школу? Сколько это потянет в месяц? Здесь такая, как сказать, абсурдная ситуация, что родителям приходится платить за выход ребенка на подиум, хотя это вроде бы как должен делать дизайнер. Но из-за того, что ребенку нужен опыт, ему просто приходится, скажем так, платить за этот опыт. Вот, поэтому вот это вот все дополнительные траты. Не обязательно родителям участвовать во всех этих мероприятиях. Можно просто ходить в школу, развивать ребенка, участвовать в бесплатных мероприятиях. Например, у нас лично в школе каждые полгода есть для родителей, для друзей, бабушек, дедушек бесплатные отчетные концерты. Но если родитель желает именно развития, тогда, конечно, приходится платить. Для профессиональной модели давайте составим такой чек-лист того, какими качествами внутренними и внешними она должна обладать для того, чтобы уехать покорять мировые подиумы. Это прежде всего уверенность, потому что сейчас идет такая тенденция, что не все модели прямо супер красотки. Сейчас берут каких-то интересных девушек, парней с интересной внешностью, не всегда стандартной. А что является идеалом для будущих моделей? Безусловно, это Белла Хадид, Джиджи и Кендал Дженнер. На этом мы поговорили о профессиональной карьере, если она потом сложилась. Давайте представим, выпустились ваши девчонки, не все пошли в модели. Кто-то стал учителем, кто-то стал айтишницей крутой, кто-то стал художницей. Какими качествами вы считаете, ваши выпускницы будут обладать для жизни, помимо красоты, естественно? Они не боятся общаться, они не боятся высказывать свое мнение. Они легко идут на контакт, то есть они более уверенно идут по жизни. А вот насколько юные модели не боятся идти на контакт, узнаем из заключительной части сюжета. А вот мне хотелось бы продолжить тему нестандартной красоты, о которой начала в сюжете говорить Юлия. Действительно, так получается, что современные бренды все чаще отступают от канонов и берут девушек и парней с необычной внешностью для того, чтобы с ними сотрудничать. Вот смотрите, есть такая модель Вилли Харлоу. У нее кожное заболевание, и поэтому получается, что вот такие пятна у нее и на лице, и по всему телу. При этом эта девушка не мешает работать так плотненько, войти в модную индустрию и брать крупные контракты. Дальше смотрим Шон Рос. Это первый парень, модель, альбинос, мужчина. Вот так вот он выглядит, и тоже ему это не мешает. Как мы видим, крупные контракты ни в коем случае это не понижает, и не его стоимость на рынке моделей. Так что современный мир, он такой получается более открытый в этом плане. Поэтому жаловаться на то, что вы живете в глубинке, или может быть вы маленького роста и при этом хотите стать моделью, ни в коем случае не стоит. У тебя все обязательно получится, если ты этого действительно хочешь. А вот чего хотят будущие модели? Давайте прямо сейчас и узнаем. Итак, обещанный модел-сток. Говорят, среди моделей огромная конкуренция. Ты чувствуешь между тобой и девчонками, которые ходят сюда вместе с тобой заниматься, конкуренцию? На самом деле нет, потому что мы все довольно дружны. А кто твоя лучшая подруга здесь в модельном агентстве? Ксюша. Ксюша. Вот смотри, приходишь ты на кастинг, и Ксюша, больше вообще нет других моделей, другие модели не пришли на кастинг. Берут Ксюшу. Как ты отреагируешь? Я за нее искренне порадуюсь. Как ты считаешь, скромность для модели это не помеха? Нет. А как же там, нужно конкуренция пробивать себе там дорогу локтями, распихивать всех на показе, нет? В принципе, нет. С девочками не приходилось ли еще конкурировать? Я не знаю. Я еще не знаю, но скоро узнаю. Поверь мне, ты скоро узнаешь. Во всей коллекции у какого-то дизайнера только одно красивое платье, ведь ты хочешь в нем выйти? Почему же? Я могу уступить, если младшая, а если старшая, ну... Я еще пока что... Ну, мне не придумала еще. Не придумала еще? Да. Ну, давай подумаем. Хорошо. Я обязательно подумаю. Но, если честно, старшие должны всегда уступать младшему. Были ли профессиональные фотосессии в твоей жизни уже? Ну, для рекламы были. Да? Для чего? Какого продукта? Для сети фитнес-клубов. Ну, фитнес-клубов, да, там включается. Так, ты за ЗОЖ? Покажи нам. Я смотрю, у вас, ребят, в модельной школе не так много, да? Мальчиков? Угу. Сколько? Два на вилле. Два, наверное, сложно сосчитать. А кто красивее, мальчики или девочки? Девочки. А кто, вероятнее, станет крутой моделью, девочка или мальчик? Девочки. Хорошо. А не думал ли ты, что твои шансы познакомиться с девчонкой здесь намного выше? Тут-то у вас парня два, а девчонок сколько? Знакомишься с девчонками? Да. Планируешь тут оставаться до 12-13 лет? Да. Чтобы зачем? Чтобы развиваться. И с девчонками знакомиться, да? На самом деле, я советую моделям, чтобы они не доводили себя прям вот там вот, не кушали, там, 90-60-90, там. Например, бодипозитив. Слышала о таком? Есть модели X, у них размеры идут больше от 190. Это что за X? Модели X, то есть большого размера. А, а не модели X, как люди X. Называют их модели X. Хорошо. А какие ты считаешь идеальные параметры для модели? 90, 60 и 86. Вот это вот было принципиальное отличие, да, от тех стандартов. А рост? Рост от, ну, желательно, от 174. Вот чего хотят и о чем говорят будущие модели. Друзья, прямо сейчас небольшая рекламная пауза, а сразу после нее самый полезный гайд по тиктоку от популярного блогера в нашей студии. Так что оставайтесь с нами. Итак, друзья, тикток. Это приложение появилось всего лишь 4 года назад. За это время его уже скачали полтора миллиарда раз в App Store и Google Play. Приложение, в котором ты не найдешь постановочных и отретушированных фото, но при этом все равно пользователи получают миллионы лайков, комментариев и просмотров. Почему так происходит? Вот давай прямо сейчас будем разбираться. У нас сейчас будет гайд по тиктоку вместе с нашей гостью YouTube, Instagram и TikTok. Самое главное, блогером Лизой Мэйсон. Лиза, привет. Здравствуйте. Смотри, как получается. Тикток тебе практически все за тебя предлагает. И музыку, и когда там рот открывать, и когда двигаться. По факту никаких навыков не нужно для того, чтобы снять крутой видос. Получается так? Ну, я не сказала бы. В первую очередь нужно иметь харизму, чтобы зацепить зрителя, чтобы ему понравился твой ролик. Можно придумать разные идеи, разные интерпретации этого ролика. Не просто делать под копирку, разный любой крутой текст или эффект, и тем самым добавлять разнообразие. Смотри, как мне кажется. Дело в том, что в целом количество лайков в TikTok больше, чем в Инстаграме, или нет? Да. Почему так получается? Больше людей подписано, или там более активная аудитория? Там более активная аудитория, потому что больше показывается сам человек, показываются его эмоции. И поэтому я думаю, что из-за этого лайков больше, ежели в Инстаграме, на идеальных фотографиях. У меня на самом деле очень много вопросов, потому что о TikTok я не так много знаю. Но еще очень много вопросов есть у наших зрителей, которые съездили в нашу выездную студию, записали там вопросы для тебя. Ты готова на них отвечать? Конечно. Конечно. Тогда давай дадим им слово и слушаем первый вопрос. Как ты стала блогером? Ну, начну с того, что я еще была совсем маленькая, и мне всегда нравилось ходить с камерой, снимать себя. Но я эти... Совсем маленькая это когда? Во сколько лет? Ну, лет в 9, в 8. Ага, уже. Да, мне нравилось это делать, но эти ролики я оставляла для себя и пересматривала их, естественно, и куда их не выкладывала. Но потом, в 2016 году, летом, я со своим братом подумала, что, возможно, если мне это нравится, то это может быть классное хобби, и тем самым я буду продвигать себя дальше. И мы решили завести канал на YouTube, и вот с тех пор я снимаю ролики на YouTube. Хорошо, а о чем были твои первые видео? А я пока открою твой канал на YouTube. Первые видео, это были разные скетчи и лайфстайл-видео, и такого формата я поддерживала достаточно долго. Угу. Я, наверное, не долистаю до первых. Сколько вообще у тебя видео? Ой, я не скажу. Не знаю, подожди, нас-то должны посчитать, нет? Ну, много, много. Да, в целом, видео, конечно, много, но я помню, что первый мой ролик был, я снимала на тот момент с подружкой, мы думали вести канал парно, но в итоге она потом... Никогда не види бизнеса с друзьями, мой тебе совет. Ну вот, в принципе, это как-то получилось само, она сказала, что не будет этим заниматься, я осталась одна, и вот тоже первый совместный ролик был «Что в нашем телефоне?». Когда это был известный, популярный тренд, мы думали, надо снять, и вот сняли такой ролик. Много было просмотров? Поначалу, конечно же, нет, но с каждым роликом я начала все больше стараться, стараться и показывать больше себя, придумывать какие-то классные ролики, идеи, потому что по большей части популярность я набрала на роликах скетчах, пародии на жизненные ситуации, и вот с каждым видео все больше и больше я начала набирать подписчиков, просмотров и так далее. А вообще, через какое время после первого видоса пошли вот эти вот подписчики в большом количестве? Как долго нужно не сдаваться? Наверное, в течение месяца, может быть, полтора, вот так вот, там дальше начался такой активный рост, ну и последующий тоже, ну полтора месяца. Какие-нибудь механизмы такие хитрые ты использовала для продвижения, покупка какой-то рекламы? Нет, на самом деле за всю свою блогерскую карьеру я нигде ни разу не покупала рекламу, ни в какой соцсети, и как-то вот с ютюбом просто я начала регулярно выкладывать ролики. В этом же время? Да, это очень важный фактор любого блогера, регулярно и ярко, с хорошим монтажом, светом и так далее. Ну, возможно, это и затерли. Сейчас наши зрители будут продолжать задавать тебе вопросы по поводу того, как раскрутиться. Давай послушаем. Ты снимаешь видео для души или чтобы стать популярной? Ну, конечно, наверное, как и любой блогер, мне нравится отдача моих зрителей, мне нравятся их приятные комментарии, мне нравится, когда они подходят ко мне на улицу. А называется это все вместе популярность? Ну, конечно, популярность. Но в первую очередь я делаю это для души, для себя, для своих подписчиков, потому что я их всех очень люблю и ценю. Ну, не могу не сказать, конечно, то, что любой блогер хотел бы себе карьерный рост, и, конечно, рост подписчиков тоже был важен, но сейчас на самом деле для меня вообще это не принципиально, и я вот делаю только для себя и для подписчиков. Это было про рост подписчиков, а вот наши зрители спрашивают, чего не нужно делать, чтобы набрать много подписчиков. Ну, в общем, я перефразирую, чего нельзя делать, потому что иначе подписчики отпишутся. Наверное, нельзя зазнаваться, если можно так сказать. Нужно относиться к своим подписчикам с душой, быть открытым и стараться по мере возможности как-то с ними контактировать, а не словить звезду, мол, я популярный блогер, извините, я не могу вам отвечать. А тебе хватает на всех подписчиков? 50 тысяч, если они все вместе тебе напишут сообщение, хотя бы по одному сообщение. Ну, это только в ТикТоке, на Ютюбе у меня больше 260 тысяч подписчиков, там, к сожалению, меня на всех не хватит, но в целом я стараюсь через свои ролики сказать всем, что я всех их люблю, там, и когда-то у меня была даже такая фишка, что в конце роликов я ей передавала приветы. Можешь сейчас сделать, Саня Дикий пишет, Лиза, мы с тобой. Саня, передаем привет. Саня Дикий, привет. Отлично, Саня сейчас счастлив, а мы слушаем следующий вопрос. Как ты научилась добавлять разные эффекты видео, например, слоумо? Наверное, училась я, смотря другие ролики в ТикТоке, смотрела других ТикТокеров, на тот момент это было мюзикли, вот, смотрела разных популярных мюзеров. И училась по их примеру, плюс смотрела какие-то ролики, и сама каждый раз практиковалась, и вот так получилось. Ну, смотри, сейчас говорят, что самая популярная фишка в ТикТоке это слоумо, да, что-то снимать в слоумо. Правильно? Да. Есть ли какие-то тонкости? Потому что когда я пытаюсь снимать себя в слоумо, это постоянно какие-то закрытые глаза и открытый рот. Как сделать так, чтобы было красиво? Ну, во-первых, нужно поставить примерно правильную камеру, выбрать хороший ракурс, и суть слоумо состоит в том, что под кульминацию песни ты делаешь какое-то движение, допустим, там, раскидываешь плавно волосы, или там, что ты подбрасываешь какие-то бумажечки. И, ну, наверное, самое главное это подобрать правильный ракурс, чтобы развернуться, и у тебя было красивое лицо, открыто глаза, улыбочка его. Это самое сложное, это самое главное, самое сложное. Ну, смотри, вот у тебя классные видео получаются у самой. Друзья часто просят помочь обработать их контент? Да, часто. Помогаешь? Да, по возможности. И как их успехи? Ну, в принципе, я им помогаю поначалу, стараюсь, даю советы, но потом им становится лень, и они забрасывают это дело. В общем, они не блогеры, потому что они ленивы. Мы хотим стать блогерами, обещаем быть не ленивыми. Поможешь нам сейчас? Смотри, сейчас такой самый, ну, один из трендов ТикТока, это показывать смайлики. Я правильно понимаю? Мы подготовились, мы подготовились пару месяцев еще назад. У нас есть целая стена из смайликов. Давай возьмем вот этот вот ряд, да, запоминаем его. И я предлагаю под музычку нам с тобой его дружненько показать. Я тоже участвую в этом. Давайте. Я к тебе перехожу. Да. Так, у тебя, я знаю, есть музыка. Да, сейчас мы с вами сразу возьмем музыку. Я немножко разомнусь. А, я тоже. Артикуляционная гимнастика. Минутка. Так, это, так. Посмотрели, так, как у офтальмолога на приеме. Так. Что, будем снимать? Еще и снимать параллельно. А, нет, или просто, давайте просто показывать. Давай просто показывать вот на камеру. Этого было достаточно? Наверное, ну, по музыке, да. Давай еще разочек. Еще разочек. Да. Эту же строчечку? Эту же строчечку. Я с другой не справлюсь. Давайте еще раз. Я очень надеюсь, что нас потом смонтируют, и мы сделаем крутой ролик, и я начну тоже вести свой ТикТок. А пока, давай послушаем следующий вопрос от наших зрителей. Почему ТикТок, а не лайк? Вот, да, действительно так получается, что современное поколение, оно разделилось. Кто-то в ТикТоке, кто-то в лайке. Почему ты сделала такой выбор? Ну, наверное, ТикТок это сейчас самая-самая обширная платформа, и я, наверное, в первую очередь выбрала только лишь потому, что в ТикТоке очень много юмора, прикольные подписи на ролики и так далее. Ну, и, во-вторых, наверное, из-за возрастного контингента, потому что в ТикТоке больше подростков и людей постарше, а в лайке совсем юные-юные-юные ребята начальной школы, примерно вот так. И, конечно, мне такой контент не особо интересно смотреть, поэтому я вот выбрала больше ТикТок. То есть просто-напросто не было какой-то глобальной стратегии? Да. А вообще, как-то старые соцсети твои развиваются в Контакте, например? Ты есть? Есть, да, но я создала контакт только лишь для своих друзей, поэтому я там особо никак не контактирую с подписчиками. В Контакте не контактируешь, я тебя поняла. Слушаем следующий вопрос. Самая спонтанная идея для видео, которая набрала максимальное количество лайков и просмотров? Если говорить насчет Ютуба, то, наверное, это был ролик, короче говоря, iPhone X. Так получилось, что мы с братом выбрали прекрасное время для этого ролика. А это важно выбрать время? Да, конечно. Конечно. И суть ролика состояла в том, что, мол, я показываю скетч, как я очень хотела iPhone X, и тут мои родители мне его заказали, но заказали, мол, на каком-то AliExpress, и мне пришел там какой-то очень-очень-очень-очень-очень старый Samsung. Вот такая была концепция этого ролика, и на этом ролике более полутора миллионов просмотров, и получилось так, что мы выложили этот ролик в день выхода iPhone X, когда все ждали. Хайпанули, в общем. Да, все ждали этот iPhone, и так получилось, что, естественно, вышел iPhone, все начали листать Ютуб, и они посмотрели какие-то ролики, у кого там что, кто купил, кто нет, и вот мой ролик стал очень просматриваться. Это замечательный сейчас был рассказ. Смотри, есть еще один вопрос от наших зрителей в нашей группе ВКонтакте. Подключайте свои вопросы. Есть ли у тебя друзья-блогеры? Саша Василенок спрашивает, похвастайся или нет? На самом деле я... Или блогеры не дрожат между собой? Наверное, дружат, но, к сожалению, у нас в Беларуси их не так много, и в моем городе их вообще фактически нет, и поэтому, наверное, из-за этого я как-то не контактирую с ними, но есть разные блогерские сходки, где много блогеров, меня туда приглашали, и вот там вот я виделась с другими, но дружить-дружить. А кого видела? Ну расскажи. Видела Сашу Чистову, приятного Эльдара, кого еще видела? Контент с ними делала? Или блогеры друг с другом контент не делают? Ну, особо не делают. Правильно, нечего светиться в чужих видео. Слушаем следующий вопрос. Помнишь, твоё самое первое видео, которое попало в популярное? Это про ТикТок. Про ТикТок. Это было так давно, наверное, это было слоумо как раз, связанное на новогоднюю тему. Я там стояла в одной одежде, перекрутилась, поменялась в другую, и там уже был новогодний наряд, и что-то я там подбросила, и как-то все красиво разлетелось, и попало в рекомендации, непопулярные рекомендации. Ага, то есть все очень просто. Да. Как это произошло, сама не знаешь. Сама не знаю. Слушаем следующий вопрос. Где ты снимаешь свои видео? Вот я сразу добавлю, да, наверное, это профессиональная студия или просто дом? Что есть? Штатив, кольцевая лампа? Ну, с начала, с самого начала блогерской моей карьеры, мне повезло, что у моей семьи была хорошая камера, и мы с братом так, все, есть камера, хорошо. Света, конечно, у нас не было профессионального, и мой брат там делал что-то из светодиодной ленты, что-то там из картона, короче, сделал подобие вот этого софтбокса, этого света. Как-то так снимали, а потом, чуть позже у меня уже появились два больших софтбокса, и для ТикТока кольцо со светом. То есть нужно какое-то дополнительное оборудование для того, чтобы во всей красе предстать перед зрителем? Ну, конечно, чтобы ролик получился качественным, должно быть 100% хорошее освещение, также у меня есть петличка, микрофон, и камера, штатив. То есть сегодня тебе не пришлось привыкать? Да. Давай послушаем еще один вопрос. Сколько можно заработать на ТикТоке? Вообще мне непонятно, там можно заработать или нет. Дело в том, что, ну, в Ютубе понятно, как происходит заработок. В Инстаграме тебе могут написать в Директ и предложить сотрудничество. Что в ТикТоке? В ТикТоке на самом деле рекламы особо не разбрасываются. Рекламу ты не можешь особо продавать, только лишь, если это очень-очень большие какие-то бренды и так далее, и то они все пишут сначала самому ТикТоку, ТикТок разрешает или нет. А вот какой там механизм. Да, там, на самом деле, с ТикТоком все очень сложно. Если ты будешь делать какую-то нелегальную рекламу слишком часто, то тебя могут просто-напросто заблокировать. Ну, так, значит, ТикТок для души? По большей части, да. Заработать на нем невозможно. Ну, конечно, ты можешь раскрутить свои другие соцсети, и какой-то процент тоже ТикТок тебе может выплачивать, но это так все сложно. Следующий вопрос давай послушаем. Были ли у тебя фан-встречи в Минске, и где планируешь следующие? Да, в Минске у меня были фан-встречи. Были фан-встречи в Москве и в Бресте. И очень хотела бы провести фан-встречу в Санкт-Петербурге. Что вообще происходит на фан-встречах? Это просто виск, писк с тобой фотографируются, или какие-то вопросы к тебе поступают? Ну, изначально это виск, писк. Фотки, снять видео и так далее. Дарят подарочки очень прекрасные, милые, разные рисунки и так далее. Ну, и потом, после того, как я с вами поздороваюсь, с вами сфоткаюсь, мы начинаем общаться. Мы там или сидим в каком-нибудь пикничок, и разговариваем, и задают мне вопросы и так далее. Обсуждаем. Вообще это интересно для тебя. Ну, ты получаешь такое эмоциональное приятное ощущение, то, что вот здесь люди души для тебя, чтобы просто с тобой увидеться, сфотографироваться. Это очень приятно, и, не знаю, я все время очень довольна от этого. Мы представим, что у нас сейчас такая теле фан-встреча, и послушаем следующий вопрос. Ну, скорее всего, тут зависит от случая, потому что по большей части, когда тренд только вышел, нужно его быстро снять, без какого-то раздумия, быстро нужно снять, ставим камеру и снимаем. Иногда бывает, что ты запланировал на какой-то контент-план, то, что вот надо выложить такой ролик, такой ролик, на такую тематику. Ну, в общем, это все зависит от случая. Хорошо, Лиза, еще один вопрос от наших зрителей из ВКонтакте. Много, хотелось бы что-то важное выбрать. Думали ли вы когда-нибудь бросить блогерство, и я от себя добавлю, чем тогда заниматься? На самом деле, чтобы бросить, такого, наверное, не было. Конечно, было какое-то эмоциональное выгорание, когда не хотелось сделать, но после этого я все равно вернулась и продолжила. Ну, чтобы прям бросить, такого нет. Но вообще, ты себя в дальнейшем кем видишь? Блогером? Только блогером? Или будет какая-то профессия? Нет, ну, блогерство, это, скорее всего, как хобби. Конечно, я хочу высшее образование, дальше какую-то профессию, но все равно хотела бы тоже как-то контактировать с камерой и так далее. Ага, понятно, я поняла, на что ты намекаешь. Но сегодня у тебя была прекрасная возможность. Лиза, спасибо большое за то, что пришла к нам сегодня, поделилась секретами. Возможно, мы, наконец, продвинемся в ТикТоке. Лично я и наш проект, мы попробуем вот это вот видео туда обработать и залить. Ну, а что же, я хочу сказать нашим зрителям, что ТикТок, он на самом деле помогает продвигать твой Инстаграм. И я сейчас так вот тоненько намекаю на то, что дальше мы будем говорить о том, как, собственно, Инстаграмы продвинуть. Так что оставайтесь с нами. Друзья, ну а если у вас, как и у меня, пока еще нет ТикТока, то наверняка есть Инстаграмы. Вот его нужно развивать, например, как это делают крутые фитоняшки. Смотрите, вот два миллиона подписчиков у человека. Я тоже так хочу. Говорят, что у них есть свои секреты. Вот прямо сейчас эти секреты и узнаем. Иногда кажется, что фитоняшки и спортивные инстамодели только и делают, что фотографируют в спортзале свои идеально накрашенные лица. Но сегодня мы докажем вам обратное. Ну, точнее, немножко другую сторону этой картины. На самом деле все знаменитые инстаблогеры отснимают целый контент на месяц всего за одну тренировку. Не веришь? Сейчас я тебе это докажу. Итак, что же ты можешь рекламировать в спортзале? Например, многие блогеры готовятся к своим фототренировкам и берут сразу же несколько комплектов одежды. Например, худи, костюм, красавки. Главное, помни, что на самом деле не должно быть никаких тренировок. Одежда на тебе должна быть выглаженной. Ты должна выглядеть максимально красиво и свежо. Теперь переходим к фото. Конечно же, в любом зале «Миллион зеркал» это и будет твоя первая локация для крутых снимков. А сейчас несколько приемов для крутых и рельефных фото. Если кто-то фотографирует тебя, то ты поворачиваешься своей рабочей стороной и выставляешь на камеру свою длинную ножку. Не забываем тягивать живот. Если же ты фоткаешься сама в зеркало, то длинную ножку выставляй на него. А теперь лайфхак от профессионалов. Как можно увеличить ту или иную мышцу своего тела? Итак, сейчас мы будем наши мышцы пампить. Конечно же, они не станут рельефными навсегда, но для фото этого результата будет вполне достаточно. Упала. Еще один маленький лайфхак. Конечно же, всем понятно, что ваше тело будет выглядеть гораздо стройнее, если оно будет загорелым. Поэтому советую, но не агитирую, наложить фильтр. Ну и чтобы ваши фото не выглядели однообразными, советую взять вам с собой подругу, которая и настреляет вам контент. Это фотки, это вам не какие-то отжимания. Мы настреляли контента, но еще не устали. Именно поэтому сейчас самое время засветить дополнительный предмет одежды. Например, в нем можно выпить протеиновый коктейль. Вот у нас с вами есть еще одна локация для демонстрации спортивной одежды. Кстати, здесь уже можно изображать легкую усталость. Ну, а подруге коктейль покупать абсолютно не обязательно. Итак, когда мы уже отсняли всю рекламную одежду, пора показать своим подписчикам упражнения, которые позволяют тебе сохранять такую идеальную форму. Но помни, что этот контент тебе нужно будет постить уже на следующей неделе. Поэтому пора изменить прическу. Я не хочу хвостик. Кстати, фитнес-блогеров запросто можно уличить в публикации в разные дни контента, отснятого в один. Итак, новый день, новый контент, новый образ. И новая тренировка. Итак, завершающий этап в любой инстатренировке – фото в зеркале в раздевалке. Но тебя туда не пустят. А вот подписчикам, в отличие от нашего оператора, туда путь не закрыт. Главное помните, что эти тренировки прокачивают ваш инстаграм, но не прокачивают ваше тело, которое рано или поздно все-таки придется показать своим подписчикам. Поэтому остальные дни ходим в спортзал, потеем и худеем. Вот так, друзья, ну что ж, сегодня активно мы прокачивали и тикток ваш, и инстаграм. А завтра больше будет советов не только касательно социальных сетей, но и по поводу всех других моментов вашей жизни. Будем продолжать давать вам советы, знакомить вас с крутыми гостями, пытаться с ними делать что-то всегда модное и актуальное для того, чтобы, ну опять же, конечно, развивать наши социальные сети. А если у тебя есть вопросы и пожелания касательно нашего эфира, пиши к нам в нашу беседу. Ну а на сегодня я говорю тебе все. Уже пока. Пока.